Приморский онкологический диспансер в этом году отметит свой юбилей – 70-летие со дня основания. Открытие нового корпуса стало главным подарком к этой солидной дате. Уже сейчас здесь принимают первых пациентов. Мы теперь имеем всю возможность как ранней диагностики, так и современного лечения на линейных ускорителях. 15-тонный линейный ускоритель и второй аналогичный аппарат – уникальная техника для Приморья. Они излучают 20 мегаэлектрон-вольт. Несмотря на сверхмощность, ускоритель относят к неагрессивному методу лечения рака. Он бьет исключительно в мишень. Эти сверхточные машины смогут выжигать опухоли диаметром в 1 мм. Раньше жители Приморья могли получить такое современное лечение только за границей – в Японии или в Корее. На полную мощность диспансер выйдет, я думаю, к Новому году, потому что сам процесс запуска этого высокого точного оборудования, он довольно длительный. Полтора-два месяца мы проводим только клиническую дозиметрию, прописываем все протоколы. Тут много работы чисто технической. А так мы уже работаем, все корпуса запущены. Кроме ускорителя дистанционного облучения, в диагностическом крыле работают два аппарата компьютерной томографии для проведения радиоизотопных исследований и аппарат магниторезонансной терапии – однофотонный эмиссионный компьютерный томограф, предназначенный для радиоизотопной диагностики онкозаболеваний. Новое оборудование позволит принимать до 3000 пациентов ежегодно. Всего для Приморского онкологического центра закуплено высокотехнологичное оборудование общей стоимостью 750 млн. рублей. Анна Бережная, Дмитрий Беломеснов, Алексей Заровный. Новости на Восьмом.